Вся Вселенная, если мы с вами внимательно посмотрим, она живет по иным законам. И у Вселенной, кстати говоря, все нормально получается. Вы наблюдали хотя бы один эпизод, когда Солнце не встало бы. Ну, знаете, как-то оно там задержалось, какие-то проблемы, какие-то трудности возникли. Кто-то с кем-то не договорился, кто-то расстроился, Солнце расстроилось, Луна расстроилась, все, конфликт в Поднебесной там, и что-то происходит, все, оно не встало. Одна Луна висит на небе. Мы с вами такое не наблюдаем. Я в свое время прочитал известные исследования относительно тундры. Тундра сейчас в таком достаточно плачевном состоянии, ее постоянно бороздят эти самые вездеходы. И вот эти борозды, которые остаются из вездехода, вы говорите, что примерно 30 лет восстанавливается там всегда, под этой бороздой, которая осталась после вездехода. Вот, ученый не знает, что делать. Один ученый сделал исследование, сказал, что все, что нужно сделать, просто перестать по ней ездить. Она сама восстановится. В природе действуют эти силы восстановления, просто в покое нужно оставить, не вмешиваться в нее. Зачем я про это говорю? Я хочу обратить внимание на тот простой факт, что во Вселенной действуют силы бескорыстия. Посмотрите, пожалуйста. Скажите, когда шмель прилетает на клевер, шмель, кстати говоря, это единственное насекомое, которое может опылить клевер. Знаете это? Почему? Потому что там пыльца, она находится внутри, и только хоботок шмеля, длинный хоботок, вот только этот хоботок может достать вот эту пыльцу и опылить это растение. У меня одно другое насекомое. Когда шмель прилетает на клевер, представьте, знаете, шмеля вот такой прилетел с портфелем, с деловыми бумагами. Хорошо, подпишем договор. Я готов отказать вам услугу, а что взамен? Или как-то иначе происходит? Нет. Смотрите, он просто бескорыстно садится и выполняет свое дело. А цветок бескорыстно отдает свою пыльцу. Тот самый нектар, который собирает шмель. У них никаких деловых договоренностей, знаете, там, вот как это, поставки такие, такая-то услуга, такие-то поставки, такие-то сроки. Давайте договоримся, когда вы прилетите, потому что у меня график. Нет, что смешного? Смотрите. А что такое, например, американский контракт семейный или европейский? Вы заключаете контракт, где должна лежать зубная щетка, моя слева, твоя справа. Твоя должна смотреть вверх, моя чуть-чуть, бог, я так привык. Если нарушение, штраф, судебное разбирательство. Слушайте, мы с вами очень сильно оторвались от природы, естественной. Мы очень с вами сильно оторвались от этих естественных законов бытия. Солнце ни с кого не собирает арендную плату, посмотрите. Вам никто счета не присылает. Знаете, вот сегодня посветило, как-то вышло, все, счета по всем почтовым ящикам. Заплатите за солнечную энергию. Итак, мир живет, опираясь на силы бескорыстия. Вот эти силы бескорыстия действуют во Вселенной. Мы с вами имеем огромное количество проблем в нашей жизни, потому что наша жизнь строится на эгоизме. И вот если мы говорим о лидерстве, лидерство, оно должно быть основано на бескорыстии. Вы скажете, как же так, и что это такое? И как, например, бизнес может быть бескорыстным? А мы с вами пока не понимаем, что происходит. Потому что сейчас происходит переход эпох. Любой человек, который начинает совершать поступки с позиции нравственности, бескорыстия, благо других, он будет поддерживаться всей Вселенной. Вот такое время сейчас. Хотим мы с вами этого или нет?